Друзья, добро пожаловать на геймстези. Зоветня Джекмана мы продолжаем проходить первого видимака. Мы дали Алине зеркало нехолены, но это не особо-то и сработало. Алина, конечно, успокоилась, перестала на нас нападать, но ее дух так и не обрел покой, то есть она не отправилась в мир иной. Вот. И для того, чтобы ее окончательно расколдовать, нам нужно пообщаться с кем-то, кто разбирается в местных легендах. На ум мне приходят только два человека. Это Эбигейл и местный отшельник. Так как мы сейчас находимся в полях, я предлагаю сначала сбегать к местному отшельнику. Если он нам ничего не скажет, тогда пойдем к Эбигейл. Ну еще, может быть, владычица озера что-нибудь нам может подсказать, хрен знает. Хотя, вряд ли, она богиня. Почему она будет еще в всяких местных там народных легендах разбираться, на хрен это надо. Хотя, может быть и... Может быть, это девочка, которая все знает, может нам что-нибудь сказать. Ну, сейчас, короче, по порядку пойдем. Все высохнет. Чем могу помочь? А, вот, пожалуйста. Ты знаешь, как помочь духу вернуться в царство мертвых? Ты имеешь в виду кого-то конкретного? Алину. Она превратилась в полуденицу, и я пытаюсь помочь ей. Алина владела редким и могучим артефактом, зеркалом нехолены. Такие зеркала служили провидцам и уракулам, поскольку они довольно точно, хотя иногда и загадками предсказывали будущее. Алина часто обращалась к зеркалу за советом. Я отдал Алине зеркало. И каков эффект? Она перестала нападать на меня и, кажется, вспомнила, кто она такая, но она все еще не верит в свою смерть. Она хочет подготовиться к своей свадьбе. Тогда ты должен поговорить с владычицей озера или с местной гадалкой. Только они могут знать, как решить эту проблему. Спасибо. Всего доброго. Так. Значит, и владычицей озера может нам дать какую-то информацию, и местная гадалка. Ближе всего к нам находится Абигайл, поэтому идем к Абигайлу. А, подожди, у меня же есть эти шкуры. Надо шкуры попробовать продать отшельнику. А то у меня лежат что-то. Че они лежат? Даже если они стоят... Ну, одна шкура будет стоить одну арену, и то вперед. Так. О, 10. Продает, хорошо. Так, и еще 10. Отлично, избавились. Все. Теперь пошли к Абигайлу. А если, например, владычица озера порекомендует что-то одно, а Абигайл что-то другое. Например, вариант, который предложит Абигайл, он будет не таким эффективным, как, например, вариант, который предложит Абигайл. Может, надо с ними обеими поговорить? У меня потом будут два варианта решения этой проблемы. И какой-то из этих вариантов будет верным, а какой-то неверным. Блин. Зачем мне это в голову пришло? Теперь надо это все проверить. Или нафиг, не будем проверять. Абигайл 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 Чего ты хочешь? Мне нужна твоя помощь по духовному вопросу. Можешь мне довериться. Я не знаю, как отослать дух Алины в иной мир. Алина была пустой идиоткой, погруженной в себя. Ей досталось редкое и могучее зеркало Нихолены, которое когда-то служило пророкам и оракулам, так как оно хоть и заумно, но безошибочно предсказывало будущее. Алина часто обращалась к зеркалу. Алина была в восторге, но она считает, что жива и собирается выйти замуж. Мертвые слышат только мертвых. И поэзию. Заблудшие души после смерти обладают куда большей чувствительностью, чем при жизни. Поэтические доводы должны убедить ее и задержать так долго, чтобы она увидела свою проклятую сестру. Лютик для этого прекрасно подойдет. Удачи, ведьмак! Лютик? Так там же Адам сидит прямо около Малинника. А Адам как раз таки поэт, он же посвящал свои стихи Алине, он ее любит. Я думаю, что поэзия Адама больше тронет Алину. Странный. Ну раз Лютик, значит Лютик, че. Странно. Ну вариант вроде норм. Я думаю, что даже к Владычеце Озеро надо бежать. Так, где Лютик? Что за день? Геральт? Мне нужна твоя помощь. Нет проблем, говори. Мне нужна поэма или баллада. Нет проблем, но мне надо знать, для кого я пишу. Для Алины. Итак, о чем должна быть поэма? О смерти. Дух Алины витает в полях. Она должна осознать, что она мертва. Не каждый день такие указания поступают. Но ведь я профессионал. Еще пожелания будут? Не провоцируй ее. И без всяких там шуточек. Она очень опасна. Мне нужно время. Поэма должна быть готова к закату. Встречаемся на полях до наступления темноты. До наступления темноты. Ладно. Да. Может быть сейчас поговорить с Адамом? Может он что-нибудь нам скажет, типа мол. Давайте я прочитаю. Прикинь, они сейчас встретятся с сестрой. И как начнут Махачу, блин? День и ночь схватятся. В, как это сказать, страшной битве. А мы будем наблюдать. Делать ставки. Адам еще там вклинится по-любому. Ему достанется. Э. Ничего не... Он вообще куда-то безучастный. Вообще не понимает, что он здесь тогда делает. Он еще главное сидит, смотри, прямо напротив Малинника. Потому что здесь Абигейл ходит. Если бы он здесь просто тусовался, то есть скрывался бы от местных жителей, то он бы сидел где-нибудь, например, вот здесь. Здесь хоть стены есть. Но он сидит именно напротив Малинника. То есть он как-то, не знаю... Как-то активируется, что ли, в какой-то момент. А, подожди. Мне же надо дождаться до заката, е-мое. Или до... Нет. В полночь Алины не будет тогда. А где Лютик? Мы же договорились здесь встретиться, Лютик. Что-то меня Лютик подводит. А, во, бежит. Геральт? Как там поэма? Может, перенесем все это на завтра, а? Слишком поздно. Придется тебе импровизировать. Милы стар Лютик, вы ведь будете играть у меня на свадьбе? Мы с Геральтом сочинили небольшую поэму на два голоса. Не желаете послушать? Эээ... что? Продолжай. Стиснуты зубы, опущены в веки, сердце не бьется, оледенело. Здесь он еще, и не здесь уж на веки. Кто он? Полудиница. Но это не рифма. Мертвое тело. Он мертвое тело. Живы надежды. И труп оживился. Память зажглась путеводной звездою. Видишь, он в юность свою возвратился. Ищет лицо дорогое. Затрепетали и губы, и веки. И появился в глазах жизнь и признак. Снова он здесь. Хоть не здесь он навеки. Что он такое? Мертвяк. Полудиница. Ну, призрак в рифму получается. Он призрак. Хватит. Хватит. Селина убила меня. Моя душа не обретет покоя, пока моя смерть не будет отмщена. Алина, это я, Селина. Видишь, теперь ты отмщена. Селина, не вини себя. Я знаю, ты не хотела меня убивать. Ах, Алина, мне так жаль. Правосудие свершилось. Я обречена бродить ночами по полям. Наскончание время. Не так плохо, если удалось снять проклятие с Алины, есть шанс. Ты поможешь мне, ведьмак. Я попробую. Зачем я спас Абигайль? Потому что ее чести и добродетели что-то угрожало. Нет. Потому что нарушили закон. Нет. Я выбрал меньшее зло. Нет. Преподобный и его паства сделали выбор. Я ведьмак. Я не осуждаю. Не наказываю. Решаю человеческие проблемы. Не всегда мечом. Вот эти вот ставки какие-то сумбурные немножко. Но да. Нам дали понять, что не зря мы спасли Абигайл. Но если бы мы не помогли тогда Абигайл, и ее бы здесь не было, то скорее всего тогда нам помогла бы владычица озера. Вот. Нам надо еще типа помочь этой что ли? Как ее? Полночница? Чтоб она тоже обрела покой. А че с ней нельзя поговорить? А че с тобой нельзя поговорить-то? Может надо до полночь подождать? Так, Лютик. Где Лютик? Давай Лютик, валя отсюда. Где-то еще что такое было? Это еще что такое было? Неплохо получилось, правда? Я бы тебя предупредил, но на меня вдруг снизошло вдохновение. В следующий раз избавь меня от своих вдохновений. Но ведь сработало. Я напишу об этом эпическую балладу о народных обычаях. Лютик меня вообще жестко подставил. Вот попросил я его о помощи и без меня он даже здесь не смог без меня справиться. То есть в том, в чем он мастер. Я мастер меча. Убийство, чудовище и тому подобное. А он мастер баллад, поэмы, слова. И все равно ему понадобилась помощь ведьмака. Не знаю зачем. Причем там пару слов-то сказать. Он без меня смог. Тогда поговорим сейчас, попробуем. С полуночницей? С полуночницей такое ударение поставил. Вот она. А, то есть она сама пришла? Беловолосый странник, подобно мне гонимый ветром. Зачем ты тревожишь мой покой? Я бы хотел тебе помочь. Ты опасный монстр. И ты и при жизни была такой же. Нет. Я бы хотел тебе помочь. Значит, есть кто-то, кому не безразлична моя судьба. Что это? Винок бессмертника? Коронуй меня им белополосый. Освободи меня. Покойся с миром, Селина. Ты достаточно настрадалась. Винок бессмертника мне дал этот... Ээээ... Как его? Отшельник местный. Но он мне предлагал три варианта там... Винок бессмертника. Чё-то ещё и... И ещё чё-то. Чё такое? А если бы я взял не венок бессмертника, тогда что? А, ну может быть, если бы я не взял у него венок бессмертника, а взял что-нибудь другое... То, скорее всего, я бы мог потом у него его купить. Для неё. А чё ты не исчезаешь-то? Всё ведь я же тебя короновал. Уходи. Или с наступлением утра она исчезнет и больше никогда не появится. У меня, кстати, вроде ничего в дневнике не обновилось. После того, как я ей помог. Будем надеяться, мы ей тоже помогли. Так. Лютик неплохо постарался. Зачарованная его пением полуденица осталась на поле до закрепления. Заката и узнала, что её смерть отмечена. Как романтично. Юлиан будет рад услышать об этом. Идём, значит, сейчас радовать Юлиана. Странно, что мы с их отцом никак не разговаривали. А-а-а. Смотри, она, она валит, короче, понял? Зря, она боится меня. Она не нападает. Знаешь почему? Потому что у меня, а-а-это, соль. И меня призраки боятся. Прикольно. Не, почему вообще батя никак не участвует? Ведь этот же Салтыс, получается, отец Алины и Селены. Но он вообще как будто ничего не знает и знать не хочет. Одного как будто Юлиана только это волнует. Никто в деревне даже слова не сказал про Алину. Что мол, типа, ой, как жалко, что девочка умерла и всё такое. Всем пофиг. Все живут обычной жизнью. Хотя все готовились к свадьбе, к пиршеству. Геральт? Я сделал всё, что мог для Алины. Как это случилось? Душа Алины обрела покой. А Селена... Я ничем не мог ей помочь. Благодарю тебя, Геральт. Я опустошён. Всего несколько дней назад я был счастливейшим человеком. А теперь... Не знаю. Возможно, мне стоит вернуться в Кавир? Никто обо мне не спрашивал. Нет. Ах, да, конечно. Король рыбак. Кажется, он хотел тебя видеть. Благодарю. Я к нему зайду. Прощай. До свидания. Король рыбак? 400 аренов получили. Хорошо. В смысле, к сожалению, я не смог ей ничем помочь. Я её короновал. Она сказала спасибо и всё такое. Я же помог Селены. Чё? Геральт, ты чё такое говоришь вообще? Меня хотел видеть король рыбак. Они только о деньгах и думают. Чё он хотел? Скорее всего, меня хотела видеть владычица озера. И послала короля рыбака. Чтоб он передал. Ну, он бы тогда сказал сразу, типа, скажи, типа, Геральту, что его хочет видеть владычица озера. Но меня хочет видеть именно король рыбак. Не. Не буду ничего спрашивать. С эльфами у нас всё покончено, да? Мы всё им сделали. Всё дали, что надо было им дать. Все квесты у них выполнили. Так, где король рыбак? Погодём. Нету. Нету. Он обычно вот здесь вот тусуется, или вот здесь вот сидит? Вообще всего вообще нигде нет. И домой к нему хрен зайдёшь. Ну да, конечно. Дверь. Ну-ка. А, вот где вход-то. Что там такое? Ты вроде хочешь что-то сказать. Совсем не понимаю, чего ты хочешь? Ладно, я попробую догадаться. Владычица озера хочет меня видеть. Тогда я пошёл. Богиню нельзя заставлять ждать. Прощай. Так, ладно, подожди. Это мы возьмём. Всё, бухло у тебя заберут, старик. Блин. Прощай. Вот пусть молоко только пьёт. А бухло я у него конфисковал. Зато что он со мной не разговаривает. Он... Хотя разговаривать умеет. Мы это уже выясним. Ну-ка, тихо. Примерно, может, башки что-нибудь есть. То есть Юлиану он мог сказать, что я хочу поговорить с Геральтом. А мне сказать, что меня ждёт Владычица озера, он не может сказать. Вот козлина. Или он Юлиану так же объяснял, что он хочет видеть Ведьмака. Наверное, местные научились с ним уже общаться. Субтитры создавал DimaTorzok Ну-ка, Василиски возродились там. Так, стоит 10 аренов. За раз мы можем убить 4 Василиска. Это 40 аренов. Мы можем спокойно зарабатывать по 40 аренов за день. Убивая Василисков, потом продавая их чешую этому отшельнику. Так. Ну, чё ты хотела? Да. Госпожа, похоже, в темноводье нуждались в моей помощи. Это правда. Поэтому тебя привело сюда предназначение. Мы должны поговорить. Естественно. Я богиня. Ты меч предназначения. Смерть уже много лет идёт за тобой по пятам. Возможно. У меня есть для тебя дар. Дар владычицы озера. Он поможет тебе исполнить своё предназначение. Только давай без страха не. Что это за дар? На колени. Геральт из Ривии. А, она меня типа в рыцаре какие-то посвятит свои. И у меня... Откроются какие-нибудь новые таланты. Ты прошёл долгий и опасный путь. Ты проявил храбрость и доброту. Я произвожу тебя в рыцаре. Без страха встречай своих врагов. Защищай слабых. Не лги даже под угрозой смерти. Вот твоя клятва. Я посвящаю тебя в рыцаре. Белый волк. Впереди у тебя долгий путь. Я вижу смерть и кровь. Я вижу снежную бурю. Прими меч в знак моей симпатии. Это был меч великого воина. Он века лежал в глубинах, ожидая тебя. Госпожа. Спасибо, госпожа. Иди, белый волк, сделай что должен. Да сбудется твоя судьба. А, то есть все, она исчезла. Она больше здесь не появится, да? Арандит? И жрец смотался. Блин, как грустно стало теперь сразу. На этом острове теперь ни одной живой души. Ну, с какой-то живой души, с которой можно поговорить. Я-то думал, что она моим мечом меня, это, посвящала в рыцаре. Оказывается, она мне новый меч какой-то подогнала. Арандит. Повредение плюс 60. Атака плюс 10. Вероятность обезоружить противника, критической боли и точного удара плюс 50. Серебряный меч для борьбы с чудом. Ну, понятно. М-м-м, прекрасно. Хм. У нас новый меч. А, мой старый меч куда делся? Все? У меня же вот еще одна ячейка есть. Что, сюда нельзя, что ли? Ну-ка, можно сюда поставить серебряный меч? А, нет. Нельзя. Вот как можно. А, ну-ка. А, вот здесь исключительно должен быть серебряный меч, понятно. Даже если мой серебряный меч валяется где-нибудь там, я его не смогу взять и продать, потому что его некуда положить. Беренгар. Беренгар? Я рассказал главному, как найти Каэр Морхен. А потом я помог им в их исследованиях. Я охотился на зверей из предместия, когда они схватили меня. Я спасся, и потом работал с Калькштейном, чтобы пробраться в башню на болоте. К сожалению, они нашли меня, и во второй раз были уже совсем невежливы. Чтобы спасти свою шкуру, я согласился найти для них Альвина. Зачем ты мне это рассказываешь? Я хотел тебе в лицо сказать. Увидеть этот знаменитый ледяной блеск. Не мне тебя судить. Я уже по горло сыт твоим нытьем, предатель. Ты ненавидишь то, что с тобой сделали ведьмаки, но ты помогал преступникам, которые крадут детей, экспериментируют с мутагенами. Сгинь с глаз моих. Я думаю, что не стоит вот так вот с Беренгаром разговаривать. Конечно, он козлина и придурок. Но мы так его еще сильнее разлим. И он еще больше будет ненавидеть ведьмаков и Геральта в частности. А сейчас он пытается как бы встать исключительно на праведный путь. И поэтому мы не будем его ломать. Не мне тебя судить. То есть ты понимаешь? Ты не обвиняешь меня? Я не могу одобрить твой выбор, но я понимаю. Я уже по горло сыт, бла-бла-бла. Нет, ну действительно, да. Его нельзя одобрить, но можно понять. Он никогда не хотел быть ведьмаком. Он с детства поддавался тренировкам, всяким там экспериментам с мутагенами и так далее, и так далее, и тому подобное. И он это все ненавидел, просто дико ненавидел. Он жил как в аду, получается. Вот. И сейчас он страдает. Его ненависть к ведьмакам понятна. Но он неплохой человек, мы как поняли. Поэтому... Я не могу одобрить твой выбор, но я понимаю. То есть? Делай то, что считаешь нужным. Я не твоя нянька. Возьми это. Мы еще встретимся, белый волк. Письмо Берингара. Книга Грома. Слизь Дагона. Откуда у тебя еще Слизь Дагона? Я убил так-то Дагона. Откуда у него Слизь Дагона? Так, письмо Берингара. Ну, наверное, ты здесь должен быть. Письмо А3, мы это читали. Письмо Берингара. Я всегда считал, что ведьмаки лишили меня способности общаться с людьми. Теперь я точно знаю, что это не так. Какие мы бы ни были причины, я просто не могу с людьми разговаривать. И именно поэтому я пишу это письмо. Свои ошибки легче признавать письменно. И я признаю, я трус, я боюсь боли, немощи и смерти. Я боялся, пока был в Каэра Морхене. Я боялся, сражаясь с чудовищами. Боялся профессора Иазара Еведа. Особенно Еведа. Именно он возглавляет научный проект Саламандр по созданию этих смертельно опасных существ. Они используют черную магию, используют и мутагены. Он могущественный чародей. Но если мой план сработает, скоро он станет мертвым могущественным чародейом. А тайные ведьмачьи формулы будут в безопасности. Тем не менее, я рад, что наши пути пересеклись. Я отправляюсь в Изиму, Берингар. Вот видишь, Берингар еще и пытается исправить все. То есть он хочет убить Азара Еведа. И вернуть ведьмачьи секреты на место. Ну или перепрятать их. Слизь Дагона. А, он мне дал формулу. Записи содержат формулу эликсира на основе слизи легендарного Дагона. У того, кто выпьет эликсир, появляется возможность покупать совершенствование силы. Что, я могу прямо выпить слизь Дагон? А где он у меня? Книга Грома. Сорока... Пустка... Сорока пустка... Подожди, сорокапутка. Врагам наносится повреждение, когда они наносят удар по герою. Масло от вампиров. Так. Так. Полнолуние. Вылечивает максимальное число пунктов здоровья. Понятно. А где слизь Дагона-то, блин? Хочу выпить слизь Дагона. Так. Слюна Гаркаина. А слизи Дагона нет. Это все эликсиры. Слезы сжем. У меня не было, что ли, слизи Дагона? Кровь Бруксы. Во! А! Надо приготовить. Ладно. Сейчас приготовим. А что мне не хватает? А что мне не хватает? Я не могу приготовить. Ладно. Я не понимаю, что мне не хватает. Я не могу понять. Так. У меня есть. Ребис. Эфир. Гидроген. Киноварь. У меня все это есть. Вот смотри. Оп. Пожалуйста. Ребис есть. Фиолетовый. Вот. Эфир есть. Серый. Гидроген есть. И оранжевый. Киноварь тоже есть. Так в чем проблема-то? Почему я не могу приготовить здесь Дагона? А! Лучшая алхимическая база требуется. У меня, наверное, ее нет. Ладно. Хорошо. А в чем сейчас моя цель-то вообще? Меч я получил. Может быть, поговорить с кем? Ха-ха. Ха-ха. Геральт из Ривии. Я слышала, что ты умер. Извини, но я не помню твоего имени. Белая Райла. Что ты здесь делаешь, ведьмак? Убиваю монстров. Все как обычно. А ты не видел здесь команду эльфов? Нет. Ни одного. Следи за своими словами, ведьмак. Ты ведь мне неуязвим. Если я узнаю, что ты работаешь со Скойта Элями... Ты мне угрожаешь? Нет. Просто помогаю избежать серьезной ошибки, последствия которой могут оказаться для тебя слишком серьезными. Ты тоже следи за словами. Я не какой-нибудь там голодающий эльф-молокосос. Я смогу защитить себя. Без сомнения, вы зима в огне. Нелюди превратили ее в зону военных действий. Эти бедные голодающие эльфы десятками убивают людей. Долг требует, чтобы я уничтожил отряд, которым командует Терувьель Аэпшихель. Ты меня не остановишь. Мы знаем, что они засели в деревне и взяли заложников. Скоро мы нанесем удар. Будут большие потери. Странно от тебя это слышать, учитывая, что ты водишь дружбу с Еевином, этим убийцей. Я знаю, что ты участвовал в ограблении банка. И как-то так совпало, что с тех пор у белок появилось хорошее оружие. Эти крестьяне давали им еду и кров. Они предатели. Я не позволю тебе убить этих крестьян. И что? Нападёшь на нас всех? Отлично. Поговори с этой эльфийской стервой. Если они сложат оружие, я гарантирую им справедливый суд. Им и крестьянам. Не нападайте, пока я не вернусь. Даю слово. Подожди, я не понял. В смысле эльфы взяли в заложники крестьян? Ну, они, наверное, просто пошли на отчаянный ход. Убери, 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 убери. Я знаю. Добрый. Белая райла. Ну-ка. А что я их сейчас положу и всё, всех? Какие проблемы-то? Сюда иди. Я не могу напасть на них. Не работает. Ну, эльфы это чисто из-за отчаяния. Возможно, они даже и не собираются убивать крестьян. Да, скорее всего, не собираются. Они просто, ну, блефуют. Испугались. Вот, смотри, сколько здесь пришло. Ну, для меня это немного, я их всех положу. Спокойно. Где это? Что случилось с твоей рукой? Во время войны мой отряд прикрывал гражданских, которые покидали оккупированные территории. Тогда белки были авангардом армии Нильфгарда. У нас не было ни шанса. Этих кровожадных монстров было намного больше, чем нас. Наш выбор? Бежать или сдаться? Тогда бы этим крестьянам отрезали руки. И я решила сражаться. Гражданские убежали. Хм. Достойное ранение. Достойное? Чёрта с два. Меня взяли в плен. Мне изуродовали руку, когда пытали. Понятно. Да ну. Они сделали это сознательно, чтобы сломить мой дух. Они знали, что боец без правой руки не боец. Но они меня недооценили. Война жестока. И она извращает всех, не только эльфов. Что за чушь, Геральт? Что тебе нужно? Да подожди. Равняйте шеренгу, собаки. Так. Ну она вроде обещала, что не будет нападать, пока я не поговорю с эльфами. Эльфы не будут на меня нападать, потому что я им помогаю. Я их друг и всё такое. Надеюсь, тут всё закончится хорошо. Без резни. Ну хотя бы... Надеюсь, что не пострадают эти крестьяне. И в Изиме в огне, получается... Там в Изиме сейчас полный пипец, что ли, происходит? Надо, значит, валить в Изиму. Там трис, если что. Но она в любой момент, конечно, может оттуда свалить. Да и как бы... Ей нечего бояться. Она очень крутой маг. Геральт! Лютик. Эльфы Таруэль захватили заложников в деревне. Что нам делать? Я поговорил с Райвой. Она возглавляет рыцарей Ордена. Геральт. Среди заложников Альвин. Мы должны его спасти. Я знаю. Я хочу вступить с ними в переговоры. Я буду ждать за домом Салтиса. Когда будешь готов, приходи туда и скажи, что мне делать дальше. Хорошо. Я попытаюсь договориться с Белой Райлой и Таруэль. Есть у меня чувство, что это будет нелегко. Ты справишься. До встречи. Эльфы действительно тут. Краснолюды. А, подожди. Сюда что еще и пришли? Эти что ли? Помощники? Скотели? Геральт из Риви. Таруэль говорила о тебе. Что тебе нужно? Я возглавляю отряд, который Ейвин выслал на помощь Таруэль. Как видишь, деньги Вивальди наконец-то пошли на благое дело. Отряд, созданный на золото, украденная из банка. Вы прибыли из Визимы, значит, Белая Райла пришла по вашим следам. Это не важно. Таруэль не могла скрываться вечно. От ищей и кордена не уйти. Это возможность расправиться с преследователями. А затем вернуться на помощь Ейвину. Вы не оставили Таруэль другого выхода. А теперь вам нужен я, чтобы расправиться с рыцарями. Таруэль стала живым символом нашей борьбы. У нее нет права трусливо отступать. Ты уже столько для нас сделал. Так помоги ей. Стань на сторону гонимых против ослепленных ненавистью людей. Ради чего? Ради золота Вивальди? Нет. Ради справедливости. Ты должен предотвратить резню, подобную той, что случилось на окраинах. А также спасти своего Альвина от кровожадных наемников Ордена. Ты мне не нравишься, слышишь? Взяли, притащили сюда, короче. Это они вот, ну... Притащили хвост. Таруэль вообще ничего не хотела. Она хотела спокойно жить, развиваться, не знаю, там, размножаться, дружить с людьми. Но вот эти козлы пришли и все испортили. Ну, понятно, идет война. Как бы им... Нужно тоже как-то пополнять свои ряды. А когда это все закончится? И где Турубьель? Ну-ка, с эльфикой может быть. Никакой жалости. Да с хера и никакой жалости. Только попробуйте тронуть местных крестьян. Альвин. Для убийц и монстров здесь работа всегда найдется. Да? Ты в порядке? Нет. Я себя как-то странно... Мне... Я слышу, что они думают. Это ужасно, Геральт. А жерель у тебя? Да. Я его все время ношу. Я не хочу их слышать. Геральт, зачем эльфы это делают? Они сражаются за свою свободу, за идеал. Люди приперли их к стене. И они не видят другого выхода. Эльфы отказываются признать, что мир изменился. Они не могут победить, но все-таки сражаются. Это печальная, отчаянная попытка остановить эволюцию. Они потеряли свои прекрасные маски, маски высокомерия и благородства. Теперь видна глубокая ненависть, которую они испытывают к людям. Они сражаются за свою свободу, за идеал. Люди приперли их к стене, и они не видят другого выхода. Я запомню это. Геральт, что-то плохое скоро произойдет. Я чувствую... Я должен поговорить с Тарувейль. Оставайся здесь. А где она? Безделье утомляет меня. А, вот. Геральт, что привело тебя сюда? Я хочу предотвратить бойню. Бойни не будет, если они нас отпустят. Ты могла бы оставить детей в покое? К сожалению, не могла. На этом берегу стоит белая Райла. Трупы крестьян ее не впечатляли. Только дети ее задержали. Тарувейль, я хочу тебе помочь, но ты должна отпустить заложников. Я знаю, ты друг. Мне говорил о тебе Скоэтаэль из Вазимы, который недавно к нам присоединился. Я знаю, что ты помог Яевину в банке. Хавкарен снова стали поставлять оружие и припасы, поверив, что Яевин им заплатит. Я тебе верю. Я рад, но... Помоги нам сбежать. Мы не хотим сражаться. Мы сможем сбежать под покровом ночи. Если нам повезет, никто не пострадает. Согласен. А, и скажи Лютику, чтобы перестал прятаться за домом. Иначе его кто-нибудь пристрелит. Так, надо с Лютиком решить, что делать дальше. Ну, смотри, мы пошли на контакт, то есть надо дождаться до вечера и все будет нормально. Поэтому мы сейчас сохранимся. Я не хочу умирать. И вот у нас Лютик. Из огняда в полымя. Даже здесь я попытаюсь поговорить с Альвином. Но я с ним уже поговорил. Из огняда в полымя. А в смысле? Из огняда в полымя. Мы в ловушке. С одной стороны с Каэтаэли, с другой рыцаря. А мы с Альвином посередине. Махакамские сейфы, спроектированные гномами-инженерами. Охраняющие заклятие уровня мастера. Закаленные в бою ветераны войны. Пятисотлетний опыт. Это все обеспечивает твоим деньгам безопасность. Не верьте рекламе. Силы сравнялись. Нашлись поставщики оружия и продовольствия, соблазненные слухами о богатстве из ограбленного банка. Богатстве, которое люди ранее украли у Вивальди. За свободу лучше сражаться с полным брюхом и в хороших доспехах. Что дальше, Геральт? Бежать это не выход. Вряд ли ты достигнешь цели, имея против себя и Орден Пылающей Розы и нелюдей. Они меня не волнуют. Я только хочу спасти Альвина. Но если я уйду сейчас, может начаться резня. Просто мне надо думать о друзьях. Ведьмак, это важное решение. Возможно, одно из важнейших в твоей жизни. Что делаем? Спасаем Альвина и бежим отсюда? Нет, я хочу помочь эльфам. А ты хватаешь Альфина, говоря Альвина, и бежишь отсюда. Нет, я хочу помочь эльфам. Что мне делать? Мы должны вернуться в Изиму. Передай королю-рыбаку, чтобы был готов. Увидимся на берегу озера. Я заберу Альвина. Я никому не позволю навредить ему. Этот малыш полюбил тебя как родного отца. Мы не убийцы детей. Возьми его. Опа, опа. Обещали же, твари. Вот, вот ведь. Вот она. Рыцарская, это, доблесть. Я не знаю там. Рыцарское слово. Ловушка. Атакуют. Как суки, а. Обещали, что не нападут, и... Сволочи. Так. Альвин телепортнулся. Альвин телепортнулся. Он же когда паникует, он телепортируется. Ну, идите сюда, твари. Так, давай, Геральт, работай. Альвин телепортнулся. О, не я, да. Так. Так. Да. Так. Твари. Так. 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 готова хочется скорее в бой так местные жители где где все местные жители надеюсь они не пострадали так корова медалистка нормально все с ней охотница так а где-то рувель а где-то рувель где-то рувель все тарена нормально 30 аренов нормально все хорошо 28 она погибла до стальной меч для боя против людей на большинство чудовищ не действует используется с ведьмачьим боевым стилем это же меч-то рувель да она погибла свою мать она умерла этот тоже до эльф умер который был в доспехах когда-то я играл на людьми никакой жалости лучше умереть хочется скорее в бой людей в море возвращайтесь туда откуда пришли ладно ладно и этой роли здесь нету чё-то а чё она не пришла драться то отправила солдата сама не пришла вот коза блин а куда телепортивался интересно альвин наверное актрис а я вообще правильно думает мне кажется вообще неправильно надеюсь жители этой деревне просто разошлись по домам и все ну вот опять короче все закончилось резней вроде пытаешься все правильно сделать интересно а здесь можно как-то сделать так чтоб рези не было ну я вроде все правильно делал и поговорил и остался помогать но сбежать не получилось ночью потому что рыцари они не умеют держать слова у них нет никакой чести они сволочные чмошники так скажу а где это а вот у нас стерва ну давай иди сюда тварь стоит понял отправила солдат из ты здесь такая деловая учет давай ведьмак что случилось чертовы фанатики не грамма профессионализма они отстранили меня от командования когда я отказалась атаковать согласно договору мой адъютант достал наконец письмо от зигфрида он все это время таскал его с собой представляешь как все прошло вечный огонь согревает души этих рыцарей если у них вообще есть душа с тобой все будет в порядке в конце концов ты тут единственная женщина вечный огонь согревает души этих рыцарей если у них вообще есть душа ты предатель не думаю по крайней мере в отличие от тебя я не убийца время покажет помни ведьмак историю пишет победители и теперь должен плыть в зерам не уходить ладно видимо с ней подраться не получится да и как вы видишь ее отстранили от командования то есть ее подставили она сдержала слова она не позволила им нападать но они ее нахер послали и в общем понятно так альвина нет да значит он реально телепортировался к 3 куда-нибудь геральт плохо дело очень плохо у меня письмо беренгара в нем есть кое-какие важные меня письмо беренгара в нем есть кое-какие важные зацепки зацепки саламандрами не покончено азар явит маг который напал на каэр мархен находится где-то в зиме ни чародеев ни чудовищ адских он не убоится что за бред лютик отважно он идет вперед к предназначению стремится идем а если бы я например в разговоре с лютиком сказал бы типа что хватаю альвина и валим отсюда типа я не останусь помогать тогда может быть альвом бы и никуда не телепортировался геральт плохо дело очень плохо что произошло альвин открыл портал исчез он может быть где угодно возвращаемся в зиму может быть 3 что-то знает что вы зима так вы зима в зима блин хоть не загружайся и не перепроверяй нас провожает пёс так это странно смотрится пёс провожает нас о рыбак плывем обратно плывем обратно надо их всех и скромсать они же сейчас местных жителей начнут убивать за то что те помогали эльфам и тех оставшихся эльфов добьют блин напишите в комментариях здесь можно было как-то по-другому все закончить как-то мирно хорошо и чтобы альвине телепортнулся скоро будем вы зиме чувствуешь запах да дым что-то горит те вы зима душно как будто деревня горит черт смотри райла же сказала что вы зима горит он реально везде горит ну и ну керальт глазам своим не верю лютик тебе уже пора привыкнуть к картинам войны их ты повидал немало я я натуру чувствительная я никогда не смогу привыкнуть к насилию и жестокости к счастью у нас мутантов натура куда менее чувствительная ты как гончая взявшие след отправляемся в старую вы зиму лучше всего пройти через вы зиму но на улицах до сих пор идут бои нам надо туда попасть наконец-то я узнаю кто стоит за саламандрами ведьмак а я могу отдать ему свои вещи на хранение серьезно ты действительно хочешь пойти со мной я ни за что тебя не брошу но там может быть горячо думаешь я боюсь но что ты так ладно смотри реально все горит прям все в огне это наверно моя вина да если пьяни помог ей вину то такого бы наверно не было ну я помогал слабым беззащитным и всего ли тоже всего лишь то я ж не мог предсказать вот такое вот ладно давайте на этом эту серию закончим надеюсь вам понравилось если понравилось то обязательно ставьте лайк если вы еще не подписаны мой канал то обязательно подпишитесь комментируйте нажимайте на колокольчик а с вами был джекман желаю всем всего самого наилучшего до новых встреч